4 июля 2020 года станет концом для всего живого. Именно в этот день Дональд Трамп сойдет с ума, а вместе с ним все остальные люди станут невероятно агрессивными и будут крушить все вокруг. Безумие овладеет нами. Такими заголовками СМИ встречают одно из редчайших событий в истории человечества. Что же такого случится 4 июля? Почему многие так переживают за себя в этот день? Давайте по порядку. 2020 год будет известен не только вирусам из Уханя. В этом же году состоится одно из редчайших явлений в космосе. Полный парад планет. В обозначенный день Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в ряд. Такое событие бывает очень редко. За две тысячи лет полных парадов было около десяти. В прошлый раз похожее явление наблюдалось в 1982 году, а затем оно ожидается аж в 2161. Ученые всегда с интересом ждут полные парады планет, ведь они помогают лучше изучить Солнечную систему, определить воздействие небесных тел друг на друга. Но для некоторых журналистов и астрологов все иначе. Они видят в этом некое дурное предзнаменование и, конечно, заранее начинают всех пугать. Эксперты звездных пророчеств считают, что июльская космическая постановка может вызвать гораздо более серьезные последствия для людей, чем те, которые натворил в январе малый парад. Именно его винят в том, что все мы сидели долгое время на карантине. Так что они не исключают, что может появиться еще один новый агрессивный вирус, который уж точно истребит каждое живое существо, ныне обитающее на нашей планете. Либо может произойти очередное серьезное противостояние между странами, которое перерастет в третью мировую. И устранение Трампом иранского генерала всем покажется цветочками. Мало того, еще активизируются вулканы. Конспирологи связывают все ужасные моменты в нашей истории именно с парадами планет. Так, например, во время малых парадов в 1914 году, во время соединения Сатурна и Плутона, началась Первая мировая война. В начале Второй мировой войны в 1939 году Сатурн и Плутон находились почти в одной линии. Во время соединения роковых планет в 1983 году произошло обострение Холодной войны. По мнению астрологов, когда планеты в Солнечной системе разбросаны в разных точках, это приводит к всеобщему равновесию. Если же они выстраиваются в одну линию, то возникает мощный энергетический диссонанс, который чреват тяжелыми потрясениями на Земле. Но может это всего лишь выдумки? Ранее я говорил, что полный парад уже происходил в 1982 году. Немногие из вас, конечно же, помнят этот день. За восемь лет до этого полного парада в Америке была выпущена книга «Эффект Юпитера», ставшая настоящим бестселлером. В ней утверждалось, что парад планет 1982 года станет причиной страшного землетрясения, в результате которого будет разрушен Лос-Анджелес. Пророчество этой книги прочно засело в умы не только простых людей, но и ученых. Кто-то начал строить бункеры, кто-то заранее набрал кредитов на несколько лет вперед, чтобы до конца света прожить на полную катушку. А что вышло в результате? 1982 год был относительно спокойным в плане сейсмичности, да и не только. Что же касается страшного вируса и его второй волны, которая якобы придет с полным парадом планет, то, как говорят эксперты, человеческая безответственность к окружающему миру и ближнему своему уже сегодня уносит миллионы жизней. Тут и полного парада планет не нужно дожидаться, потому что мы сами себе роем яму, из которой будет трудно выбраться. И в конечном итоге, когда уже будет поздно, будем винить во всем космос. Мнение современного научного мира довольно однозначное и простое. Парады планет практически не влияют на Землю, ее орбиту или магнитное поле. Гравитационных отклонений не будет, поэтому такие моменты носят лишь невероятно зрелищный характер. Однако всегда есть шанс, что с полным парадом пробудится затаившийся кайдзю.